здравствуйте уважаемые садоводы приветствую вас на канале про цветок меня зовут светлана сотникова я ландшафтный дизайнер и растение вот по вашим многочисленным просьбам рассказываю сегодня о кустарнике жимолость съедобная или жимолость синяя как ее еще называют на всякий случай скажу для начинающих садоводов что жимолости на самом деле бывают разные и наверняка многие из вас знают вьющуюся жимолость каприфоль или жимолость брауна наверняка многие знают красиво цветущую кустарниковую жимолость жимолость татарскую или жимолость покрывальную но у всех этих жимолостей ягоды красного оранжевого либо черного цвета у жимолости съедобной жимолости камчатской камчадалки как ее раньше называли ягоды удлиненные синего цвета поэтому иногда для того чтобы было понятно ее просто называют жимолость синяя рядом со мной сейчас взрослый куст в своем размере он может быть немного выше или немного ниже зависит от условий в которых он выращивается но примерно вот до таких габаритов может дорасти куст жимолости съедобной здесь два куста рядышком сидят обратите внимание что важно знать об этом растении жимолость съедобная самая первая ягода в саду она начинает созревать как правило на две недели раньше клубники у каждого в каждом регионе это свой срок но на две недели раньше клубники то есть раньше неё не созревает ни одно другое плодовое растение поэтому всегда очень интересно что-то вкусненькое съесть в нашей ситуации в начале мая белоруссии в вашем регионе возможно это какой-то будет более ранний или более поздний период жимолость съедобная созревает не одновременно она продолжает свести в то время когда на ней завязались уже первые ягоды поэтому существует немного сортов жимолости съедобной которым можно подойти кусту с ведром и сразу набрать полное ведро ягод здесь нужно понимать разницу она созревает постепенно и вы можете подходить к кусту утром с кружечкой или стаканом и вечером и так в течение полутора-двух месяцев постепенно созревает постепенно собирать потому что большинство сортов жимолости съедобной не держит ягоды то есть ягода созрела и упала ягода созрела и упала поэтому ее нужно собирать достаточно регулярно хотя существуют некоторые сорта у которых ягоды держатся на ветвях держатся долго и поэтому одни ягоды созрели и продолжают оставаться на кусте другие ягоды постепенно созревают и присоединяются к тем которые уже созрели вот с таких сортов вы можете собрать жимолости сразу и много на самом деле зарегистрировано неимоверное количество сортов этого растения и селекционные работы продолжаются поэтому когда вы будете выбирать жимолость съедобную для своего сада обратите внимание на этот параметр что для вас важно чтобы дети могли подбежать и покушать несколько раз в день или чтобы вы могли собрать ведро и сварить например варенье ягода жимолости очень полезная она содержит большинство микроэлементов и витаминов необходимых человеку поэтому ее терпкий вкус но чем-то отчасти похожи на вкус лесной голубики ну он может показаться кому-то специфическим а кому-то он может очень нравится но полезность этой ягоды при этом никто не отменял жимолость съедобная может быть дикая видовая и тогда ягодка у нее абсолютно маленькая чуть больше сантиметров в длину сортовые особенно крупноплодные сорта покажут вам ягоду размером от трех и даже до пяти сантиметров в длину то есть это очень крупная замечательная ягода которая обязательно обрадует вас ранней весной я сказала ягода обрадует вас ранней весной вы представляете тогда насколько рано это растение зацветает жимолость съедобная распускает свои листочки одна из первых в саду и одновременно с распусканием листьев у нее появляются бутоны и цветы на улице в это время еще очень холодно и когда жимолость цветет насекомых практически еще нет жимолость съедобная опыляется ветром что это значит для нас в практическом в бытовом плане если растение опыляется ветром значит чем больше группа растений тем больше плодов на каждом то есть жимолость съедобную абсолютно бесперспективно высаживать одну на ней может быть будет несколько ягод ну и этим вам придется ограничиться как минимум два растения а лучше три а лучше пять одной группой недалеко друг от друга вот у меня здесь сидят рядышком два куста за ними в кадре не видно еще один но если бы здесь было немножечко больше свободного пространства можно было бы вырастить еще больше кустов жимолости и тогда урожай был бы еще обильнее повторюсь на каждом кусте само по себе растение жимолость лесное его родина дальний восток камчатка и в естественных природных условиях диком виде это растение растет в лесу поэтому у меня она высажена на участке в нескольких местах здесь мы снимаем на открытом пространстве потому что под деревьями к сожалению просто темно на самом деле она гораздо лучше чувствует себя именно под пологом деревьев поэтому если у вас есть слегка затененное место то лучше расположить ее там по своей природе это под лесок и она может расти под пологом других больших деревьев сейчас середина сентября и вы видите что жимолость съедобная она уже не очень презентабельно выглядит листики подсохли покоричневели для нее уже сейчас глубокая осень как и для многих других растений которые очень рано отдают свои плоды наверняка вы замечали что и смородина и вишня и в том числе жимолость съедобная отплодоносили миссию в этом году свою выполнили отдали урожай и все готовятся постепенно к засыпанию поэтому во второй половине лета это куст скажем так не совсем парадный и его можно высаживать не на открытом месте не на открытом пространстве а где-то в глубине сада жимолость съедобная очень быстро разрастается ее очень легко размножать принципе для того чтобы размножить жимолость съедобную когда она отрастает в июне примеру в конце мая уже можно молодые приросты текущего года те веточки которые выросли в этом году можно просто отломить вот таким образом с пяточкой то есть кусочком коры от прошлого вот прошлогоднего прироста у меня сейчас не очень ровно поэтому эту пяточку нужно будет подрезать и получившийся черенок достаточно воткнуть в землю я отломала достаточно большой черенок толстый и высокий эта веточка может быть меньшего размера то что уйдет у нас с вами в землю мы убираем листочки то что останется наверху мы немножечко укорачиваем листовые пластинки можно это обрезать аккуратно секатором можно оборвать то есть главное чтобы поверхность площадь испарения была не слишком большой и воткнуть черенок в землю в каком месте в любом месте где у вас достаточно влажно и присутствует тень то есть на солнышке естественно черенок вряд ли сможет укорениться потому что он просто засохнет влажность должна присутствовать постоянно и поскольку лесное растение то в тени он будет укореняться лучше но в принципе жимолосъедобная она очень легко размножается черенками проще конечно не ждать пока вырастет черенок проще купить готовое растение и об этом я хочу сказать особо жимолосъедобную нужно покупать осенью то есть сейчас потому что весной в апреле когда только-только тает снег когда только-только открываются садовые магазины и питомники в это время жимолосъедобную уже никто не продает она уже отцвела к этому моменту и из земли выкапывать ее конечно в тот момент когда она завязала уже плоды невозможно а выращивают ее естественно на открытой территории на полях на плантациях поэтому только осенью если у вас нет в саду до сих пор жимолосъедобной вы можете ее приобрести и пожалуйста поторопитесь кустарник вас порадует обязательно своей отличной вкусной и очень полезной ягодой благодарю за внимание до новых встреч